Добрый день, меня зовут Дэнзи и я хотел бы поделиться своим опытом использования FMPEG. В предыдущих уроках мы выучили несколько полезных команд и настало время применить их на практике. В сегодняшнем видео мы добавим обложку к mp3 файлу, а также изменим метаданные. Композиция Коньо мне помог найти КС-10, он занимается обзорами софта и переводами. Еще раз спасибо КС-10, без его помощи я бы никогда не догадался как пишется слово Коньо на голландском. Для начала давайте проанализируем наш mp3 файл с помощью утилиты ffprobe. У нас один стрим. 00, это аудио, обложка отсутствует, иначе бы это был второй стрим. Также владелец файла внес изменения в метаданные, прописав свой сайт в альбомы комментарий. Обложку для mp3 файла я нашел в интернете. И там же нашел метаданные, которые мы запишем. Артист, альбом, дата релиза, жанр и некоторые другие теги. Прежде чем прописывать какие-либо теги, нужно убедиться, что муксер поддерживает запись тегов. Так как не все муксеры поддерживают запись, некоторые поддерживают только частично, а некоторые вообще не поддерживают. Чтобы убедиться, что муксер mp3 поддерживает запись тегов, давайте воспользуемся командой, которую мы уже знаем. fmpeg help muxer равно mp3. Здесь нас интересуют аудио-видео-опшенс. Мы видим, что по умолчанию муксер поддерживает png, png, наверное, правильно, я назову это png, и кодек по умолчанию backlayer.3. Также муксер поддерживает id3v2a version тегов. Отлично, это то, что нам нужно. И, что также очень важно, что муксер поддерживает картинку png, и, конечно же, jpeg. У нас появились два новых понятия, с которыми мы не знакомы. Это id3v2a version и metadata. Давайте зайдем на сайт fmpeg и узнаем, что это такое. Здесь нам понадобится документация. fmpeg all и производим поиск. Вот те самые аудио-видео-опшенс, которые мы недавно видели. Мы посмотрели команды help, как нам рекомендует документация. Здесь идет более подробная информация об id3v2. версия 2. Нам говорят, что муксер поддерживает запись картинок в id3v2 заголовок. Также нам говорят, что эта картинка будет отдельным стримом. Далее следует два примера, которые нам понадобятся в дальнейшем. И, что очень хорошо в документации, сразу же нам показывают пример, как можно прикрепить картинку к mp3-файлу. Также в документации можно найти, что такое metadata. с примерами. Нам рекомендуют зайти в документацию и посмотреть, что такое metadata, что такое map metadata. Я эти детали знаю, но для новичков будет полезно почитать, в чем различие между двумя этими параметрами. Давайте вернемся в фарменеджер. Я уже набросал небольшой код для iPhone 5. И хочу его немного прокомментировать, так как это практический урок. Дефис I означает входящий файл. К нему прописан абсолютный путь. Это наш исходный mp3-файл. Следующий параметр I – наша картинка, в которой прописан абсолютный путь. Параметр map задает ручное управление стрим-мэппингом. По умолчанию fmpg автоматически определяет и распределяет этот параметр достаточно хорошо. Но в отдельных случаях стрим-мэппинг нужно указывать вручную. Дело в том, что в муксере mp3 могут содержаться несколько картинок, а если бы это был какой-то другой контейнер, несколько потоков, несколько видеопотоков или несколько аудиопотоков. И нам нужно указать с помощью параметра mapping, какой из потоков мы будем редактировать. В данном случае map00 означает, что я беру из первого файла первый поток. Вас не должно удивлять, что я говорю о первом, а стоят нули. Так как в среде программирования отсчет начинается с нуля, а не с единицы, как мы к этому привыкли. Итак, параметр map00 означает первый файл и первый поток в нем. Следующий параметр map01, как вы можете уже догадаться, означает второй файл и первый поток в нем, так как стоит ноль. Дело в том, что в этом файле jpeg чисто теоретически могло бы быть несколько потоков, и чтобы fmpc знал, что нужно изменять, мы ему это указываем. Первый поток. Следующий параметр кодек копия. Я не хочу заниматься перекодированием, и во всех своих видео буду старательно избегать перекодирования, так как это значительно ухудшает качество медиа контента, поэтому я задаю кодек копия. mpeg layer 3 и jpeg будут стрим копироваться в выходной файл. Дальше идут параметры id3v2 version 3, чтобы fmpc знал, что я от него хочу. На этом месте могло бы стоять, допустим, видеофильтр, стримфильтр, аудиофильтр или еще что-то. Но чтобы fmpc понял, что значит вот эти последующие все параметры, ему нужно указать id3v2 version 3. Следующий параметр. Metadata. В данном случае, так как мы вручную указываем stream mapping, нам нужно указать, что мы хотим. Собственно, данный параметр указывает, что к видеостриму, именно который содержит выходной файл, содержащий видеострим, будет содержать вот такой заголовок. Альбом-ковер. Следующая метадата относится к выходному файлу, к муксеру. Здесь комментировать, наверное, ничего не нужно. Мы видим, что это заголовок, кониа, артист, альбом, дата релиза, жанр, кем закодировано, номер трека. Параметр y означает, что будет автоматически перезаписано при совпадении имен. И, собственно, это наш выходной файл. Давайте теперь скормим fmpc в нашу команду. И посмотрим, что из этого получится. Вся операция заняла меньше секунды. Мы видим, что были записаны некоторые теги, а также появился стрим 1.0. Это наш, это наша обложка. Также мы видим предупреждение. От меня это не зависит. Это было что-то сделано неправильно товарищем, который занимался рипом mp3 файла. У нас в папке с fmpc появился новый файл. И давайте его проанализируем с помощью утилиты iPhone Probe. Она показала, что метадата записана. Первый стрим не изменился. Перекодирования не было. И появился второй стрим видео. mjpeg. И также, заметьте, ко второму стриму также появились метаданные. Не просто, что это какой-то mjpeg, а что это обложка. Ну что ж, на этом урок закончен. Осталось посмотреть на результат. Теперь у нас есть красивый mp3 файл с правильной метадатой и с обложкой. Субтитры сделал DimaTorzok